мы продолжаем чтение из книги к истинному православию тема отцы и дети часть 2 если бывают помыслы против духовного отца надо говорить ему на исповеди приходят помыслы против вас хульные осуждающие слова и повеления духовного отца исполняй неоткровенность духовному отцу есть дело сатанинское иначе как будет пользовать он нас когда не знает что у нас самое радикальное средство от гордости быть в послушании духовнику великая пакость учиняется людям за презрение повеление отцов духовный духовных глупый пренебрегает наставлением отца своего а кто внимает обличением тот благоразумен в в обилии правды всякая сила а нечестивые искоренятся из земли притча 15 глава 5 стих если вы и если вы называете отцом того который нелицеприятно судит каждого по делам то со страхом проводите время здравствования вашего 1 петра 1 17 помыслы те надо говорить духовнику которые беспокоят они от гордости их следует записывать каждый день для исповедания они ослабевают от откровения от исповеди иные имея неприятности со священниками уклоняются от храмов господних но ради сего оставлять православные храмы божии не должно если не хочешь потерпеть и пятимью от духовного отца что всячески неизбежно для очищения внутренней скверны то будешь терпеть от бесов по исходе души хотя бы и худой жизни был священник не должно его учение презирать ибо он не свое но божие преподает учение помни всегда того кто напаяет тебя добрым учением и от него старайся узнать животворящие заповеди ибо это поможет тебе провести жизнь по воле господа прошу тебя о сыне моем они семи которого родил я в узах моих послание филимона 110 потому что вы знаете как каждого из вас как отец детей своих первых фессалоникий сам 211 господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями серахова 32 если хочешь успешно бороться со страстями позаботься о том чтобы иметь опытного наставника не ласкателя а справедливого если кто тебя обидит не рассказывай никому кроме духовного отца и будешь мире ревность в духовному отцу тяжкий грех мало тебе он уделяет внимание другому больше как дитя смирись на это больше будешь любим господом и отцом духовным за это от всех кроме духовного отца твоего сокрой тайны дела и искушения твои не следует надеяться на свой разум и в потребных случаях надо прибегать к совету своего духовного отца ведь о духовных предметах правильно могут судить только люди живущие духовной жизни повинуйся тому кто известен как муж духовные в слове жизни и рассуждений исповедь это тайна твоя и духовника мало ли что духовник может сказать тебе на исповеди что другим говорить и неудобно от 1 избранного духовного отца не уходи по причинам выдуманным тобою знай что дьявол любит отводить нас от того кто может быть нам наиболее полезен не слушай его внушение если он будет шептать тебе что духовный отец не внимателен к тебе холоден с тобою и не хочет иметь тебя около себя кричи прямо вслух ему в ответ не слушаю тебя враг это все неправда я люблю и уважаю отца моего духовного оставляющие отца тоже что богохульник и проклят от господа раздражающий мать свою всем сердцем почитай отца твоего и не забывай родительных болезней матери твоей серахова 3 глава 16 стихи 7 29 при исповеди духовнику или откровении помыслов старцу должно каяться себя признавать виновным они оправдываться и не взливать вину на другого должно самим открываться а не ожидать вопросов с духовником следует поговорить со страхом божиим скромно смиренно без смеха вообще никому не рассказывай о чем ты говоришь с духовником и своих искушений никому кроме него не поверяй от рассказов облегчение не получишь а другому можешь принести вред выслушают тебя из любопытства а потом соблазняться и тебя же осудят каждый помысл производящий в тебе брань открывай наставнику твоему но не открывая ее пред другими если хочешь вычитанное из книги ввести в собственную жизнь то не делай этого самовольно а непременно посоветуйся с духовным отцом иначе можешь легко попасть в хитро расставленные сети врага обольстителя как я до смертельного бойся хулы на духовного отца не ищи славы в бесчестии отца твоего ибо не слава тебе бесчестия отца наглая позорит отца и мужа и по обоих будет в презрении серахов 3 глава 10 стихи 22 5 услышав от других худое про него старайся защитить или по крайней мере скорее уйти от хулителей а слышанное не принимать к сердцу изо всех сил старайся не пропускать ни одного слова сказанного тебе твоим духовным отцом глупый сын досада отцу своему и огорчение для матери своей глупый сын сокрушение для отца своего разоряющий отца и выгоняющий мать сын срамной и бесчестный притчи 17 25 19 глава 13 стихи 26 самость главное свойство которой делать все по-своему и в свою угоду а поскольку от самости держатся все страсти поскольку на самости держатся все страсти то по мере поглощения самости они стихают душа светлеет близится к чистоте и бесстрастию иоанн саваид советует и избери себе наставника строжее и суровее которого не было бы в роде человеческом видно что чем круче отречение от себя от своей воли и своих чувств тем спасительнее а перемене духовника нечего и помышлять но другой слаще говорит и душа к нему льнет тот кто лучше говорит пусть будет тебе советником а духовник духовником не умеющим видеть свои грехи рекомендуется обращать внимание на то какие грехи видят в них близкие люди и в чем их упрекают почти всегда это будет верное указание на наши действительные недочеты кто исповедуется у другого священника стыдясь своему духовнику открыть большой грех тот смертно согрешает вопрошающий духовника и не исполняющий его совета раздражает бога беседуя с отцами и прося их о чем о чем-либо прилично выражать свое попечение к ним поклонами тяжело тебе переносить замечания духовного отца а подумал ты каково ему делать их тебе от всех других скрывай свои брани потому что такую преступную откровенностью повредишь и себе и другим не может быть двух плотских отцов так же и в духовной жизни поэтому не рекомендуется хождение за советами к различным старцам при имеющемся уже руководителе брак рода человеческого то вселяет сердце недоверие к нему и принижает значение его советов то раздувает воображение его немощи внушает ненависть и даже презрение то внушает что нет пользы от откровения оптинские старцы говорили если с верой будешь искать и принимать слова наставника то и через грешника получишь пользу а если с сомнением и испытанием то и праведник не поможет в разрешительной силе священника не нужно сомневаться какого бы он ни был лишь бы не состоял под запрещением архиерея исповедь не есть только беседа с духовником рассказ о своих грехах исповедь это целый переворот в душе дьявол не только проститься заставляет скрывать на исповеди грехи но и человека книжного говоря ему что он наедине может исповедовать богу грехи свои нельзя перед одним отцом духовным исповедоваться в одних грехах перед другим у других такая исповедь бывает недействительной решится все грехи без утайки поведать священнику и в них покаяться и впредь их избегать хотя прежние наши грехи при таинстве исповеди и прощаются но мы несем за них божие пятимью терпим болезни скорби немощи и все что господь посылает нам к очищению грехов наших когда господь прощает нам грехи наши мы сами не должны прощать их себе но всегда помните непрестанно возобновляя раскаяние в них не уместно или чрезмерная печаль о грехах оскорбляет духа божия что значит искренне исповедаться ничего не скрывать говорить прямо не окруклять для чего нужно частое покаяние для того чтобы бичевать грех язвить удручать умерщвлять его грех через частое покаяние теряет свою силу свою прелесть свое обаяние старец в арсенофии оптинский говорил вы знаете какая у дьявола тактика он ведая что какой-либо человек имеет грех более или менее тяжкий старается чтобы человек в нем не покаялся с этой целью он всячески умаляет степень тяжести греха внушая такие мысли это не важно бог тебя простит и тому подобное и даже старается чтобы человек забыл об этом грехе но когда этому человеку удается наконец исповедать свой грех то дьявол старается всячески увеличить его тяжесть внушая что этот грех настолько велик что бог никогда не простит его кто уклоняется от святых таинств исповеди и причащения тот враг самому себе ибо сам отвергает свое спасение кто исповедуется не имея истинного сожаления о том что согрешил и не чувствуя согрешения в сердце своем тот не получит от бога прощения в грехах своих объявляя духовнику одни душевные грехи мало касаясь плоских христианин вредит себе сам того не понимаю на человека дьявол особенно нападает тогда когда видит что он находится в уединении особенно когда он остается без совета и полагается только на свой разум вот чего требует бог от христиан покоряться священному писания исполнять делом прочитанное и веровать настоятелем и отцом духовно никогда не следует об одном и том же деле вопрошать разных старцев или одного старца несколько раз потому что самый первый ответ идет от господа а второе рассуждение человека в старце покаяние нужно иметь не только при исповеди но постоянно помню всегда того кто напаяет тебя добрым мучением и от него старайся узнать животворящие заповеди ибо это поможет тебе провести жизнь по воле господа если возникло у тебя дурное чувство к старцу знай что наставник для тебя полезен но вот враг задумал тебя от него отстранить удалить глупый сын досада отцу своему огорчение для матери своей кто обкрадывает отца своего и мать своей говорит это не грех тот сообщник грабителем притчи 17 25 28 глава 24 стих может быть старец был сбивает у тебя горделивое чувство или еще какой-нибудь недостаток а тебе по самолюбию и врагу это неприятно вот и поднимается у тебя в сердце неприязнь к духовному отцу забудь ее есть род который проклинает отца своего и не благословляет матери своей глаз насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери выклюют вороны дольнее и сожжут птенцы орлиные притча 30 30 глава 11 стих и 17 если вы терпите наказание то бог поступает с вами как с сынами ибо если какой сын которого бы не наказывал отец если же остаетесь без наказания которое всем общее то вы незаконные дети они сыны при том если мы будучи наказываем и плотскими родителями нашими боялись их то они гораздо ли более должны покориться отцу духов чтобы жить послание к евреям 12 глава 7 по 9 стихи о тех грехах которых ты при всем своем желании не можешь вспомнить не беспокойся что они тебе не простятся ты только имея искреннюю решимость во всем покаяться и со слезами прости господа простить тебе все все твои грехи которые помнишь и не помнишь отсутствие сокрушения урожается в том что человек открывает свои грехи как бы с некоторым бесстыдством говорит о них как обыкновенных безразличных делах извиняет свои поступки или слагает свою вину на других откровение имеет великую силу и важность даже тогда когда кажется что нечего и открывать приди прими благословение и скажи что открывать ничего не имеешь быть может враг уже хотел что-нибудь подстроить тебе а этими словами все разрушено грехи исповеданные и нами осознанные снова открывать не следует святым причастием подается благодать в борьбе с врагом и для укрепления в добре цитата ибо господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями серахова 32 духовный отец как столб только указывает путь идти надо самому если духовный отец будет указывать а сам ученик его не будет двигаться то никогда не уйдет а так и сгниет у этого столпа духовный руководитель и отношения к нему православного христианина страница 70 отделяющиеся от церкви меняющие отца своего духовного уходящие оттуда где духовно родились приняли правильное крещение где причащались и все бросить все похулить своим уходом и начать рассказывать о мне о мнимых грехах и явных недостатках своих отцов этим совершается грех хама бытие 9 глава 20 по 27 стих хам же только не прикрыл наготу своего отца и все его потомки так и остались черными африканский континент до сегодня сколь тягчайший грех совершает совершают духовные авантюристы изменники хулители истины когда отвергают все бывшие раздевают отцов своих хулят каноны церкви считая их не блага не бога данными цитата если отвергшийся закона моисеева при двух или трех свидетельствах без милосердия наказывается смертью то сколь тягчайшему думаете наказанию повинен будет тот кто попирает сына божия и не почитает за святыню кровь завета который освящен и духа благодати оскорбляет ибо невозможно однажды просвещенных вкусивших добра небесного и соделавшихся причастниками духа святого и вкусивших благого глагола божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием когда они снова распинают себе сына божия и ругаются земля пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак полезный тем для которых и возделывается получает благословение от богов а а производящая терния и волчцы негодно и близка к проклятию которого конец сожжение послание к евреям святого апостола павла 10 глава 29 стих и 6 глава 4 по 8 грехи родителей предков если в них не принесено покаяние тяготеют и над потомками вот почему сын царицы евдоксии гонительницы иоанна златоуста феодосий младший просил в письменном виде прощения у святителя через 32 года это же было и у царя алексея михайловича пред мощами митрополита филиппа за грех убийства и лютость иоанна грозного кругом измена трусость и обман записал в своем дневнике в день отречения 2 марта 1917 года от престола святой мученик царь николай второе мы правнуки тех кто предал и убил своего помазанника божия нет соборного всероссийского покаяния за скорбь убийство царя николая второго и этими грехами исполнена земля русская церковь семьи нераскаянный грех все еще ядовито расползается и в потомках цитата мы изменили и солгали пред господом и отступили от бога нашего говорили клевету и измену зачинали и рождали из сердца ложивые слова рог исайя 59 тая глава с 13 по 16 стихи злоречивые креветники богоненавистники обидчики самохвалы горды и запретательны на взло непослушны родителям римлянам 130 принимавшие крещение обещались быть в послушании отца и наставника быть членом именно православной церкви не связано не с укуминизмом не предательством и сотрудничеством с безбожниками 1927 год отступали и изменяли как отцы их обращались назад как неверный лук псалом 77 57 но поистине как жена вероломно изменяет другу своему так вероломно поступили со мною вы дом израилев говорит господь иеремия 320 господу они изменили потому что родили чужих детей ныне новый месяц поезд их с их имуществом они же подобного даму нарушили завет и там изменили мне рукой сия 5 глава 7 стих и 6 глава 7 стих эти люди изменили богу они изменники предо мною языки 2 3 и стали шептать злые слова и изменять лице свое коварно беседа благочестивого всегда мудрость а безумный изменяется как луна сирахов 12 18 и 27 11 и все это уже было под солнцем экклесиаст 19 духовные пираты стараются и других увлечь за собою в погибель идут даже к извечным врагам к рима католикам и сектантам о горе лютое и грех тяжкий не о всех вас говорю я знаю которых избрал но разбудется писание едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою и она 13 18 навсегда ависалом поднялся на отца и смутил многих но погиб и рассеялись враги второй отца 15 6 18 10 матфея 10 21 восстанут дети на родителей признак кончины века и закон отцов наших доведен до ничтожества третья ездра 4 23 потерявшие страх божий отщепенцы всегда обвиняют других но вот только несколько примеров из истории церкви самого освященные 5 декабря страница 133 все время явились в лавре некоторые иноки развращенные платоугодники духа не имеющие которые издавна несправедливо обвиняли святого и всячески его огорчали так часто среди пшеницы вырастают плевелы сии развращенные братья лучше сказать и лже братья замыслили зло на святого пошли жаловаться на саву патриарху это грубый неумелый человек не может руководить нами не может по своей грубости и невежеству и услышали в ответ если сава мог собрать вас в том месте то тем более он может с помощью божией и пасти вас таких злодеев было 40 человек сава удалился от них думая что они утихнут но когда он возвратился то их стало еще больше всего человек до 60 он оплакивал их как погибших они решили открыть новую общину монастырь и снова пошли жаловаться патриарху патриарх же опять сказал примите своего отца радушно и с должную честью и повинуйтесь ему во всем так как не вы избрали его а он вас собрал если же некоторые из вас гордые непокорные не захотят смиряться и покоряться ему тем мы повелеваем тот час выйти из лавры не подобает сему отцу не занимать своего места когда сие послание было прочтено в лавре посреди церкви враги савы ослепленные злобой подняли крик и смятение бронили злословили другие взяв свои одежды и вещи собирались уйти из лавры а некоторые схватив топоры и ламы устремились к келий который построил сам преподобный сава в неистовстве разорили ее до основания побросав дерево и камень вниз в поток но и в другом монастыре этих лиходеев не приняли и они решили совершенно отдельно строиться но все пошло прахом они погибли а сава предсказал вот наступают дни в которые жители сего места отошедшие отпадут от правой веры и сии в гордости возмечтают о себе что дерзость их разрушится и величие их внезапно падет и они будут изгнаны слова от отшедших были как яд змеиный в их устах как болезненная язва под языком в числе их первым был палестинец Иоанн который казался истинным христианином с виду благочестивым внутри же полон был языческих иудейских ложеучений и пагубных ересей преподобный сава скорбел весьма о них что отступали они справа пути с великим прискорбием переносил их близкое присутствие а это были образы для нас чтобы мы не были походливы на злое как они были походливы все это происходило с нами как образы описано в наставлении нам достигшим последних веков 1 коринфянам 10 6 благодарю еще пример святой иоанн златоуст 13 ноября страница 333 когда читаешь об отделившихся от златоуста их хулениях то так и хочется воскликнуть как ваши имена и где вы теперь а златословный учитель пребывает пред престолом троицы враги стали порицать святого укоряя его за немилосердие среди недовольных святым угодником божиим находилось немало и клириков живших порочно так как он изобличал их лукавые дела и отлучал иных от церкви особенно враги были раздражены поступком дьякона серапиона который благоверно служил при патриархии живя благочестиво однажды в присутствии всех клириков сказал иоанну златоусту владыка ты не исправишь сих если не разгонишь всех их одним жезлом и стали возводить на святого всякие хулы ни одна царица враждовала против святого но многие другие жившие нечестиво златоуст будучи пылким произнес речь против жестокости женщин царица все это применила к себе с горечью увидев святой он златоуст что его осудили злоба врагов удалось и простодушно удивлялся как это случилось и на соборе осудили праведника сослали и погиб он от их лютости говорят было бы у вас все хорошо от вас бы не уходили люди говорящий так показывает что они не знают ни жития святых ни содержания библии цитата с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним и она 6 66 показывает что даже от иисуса христа отошли хотевшие провозгласить его царем тогда слова спасителя не могли вместиться в них идущих ищущих выгод земных лютость сытости плотской от чего блудный сын ушел из дома лука 15 глава что ему там не хватало вероятно что и товарища он сумел объяснить от чего он ушел от отца и ему поверили и похвалили его на здравое суждение приобретенные свободу теперь у корыто рядом со свиньями нет над ними диктата он в кавычках свободен умереть где грех хама преступления хамитов несмываемо угрожает и не почитающим своих отцов он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих притча 28 глупые пренебрегает наставлением отца своего а кто внимает обречением тот благоразумен родил кто глупого себе на горе и отец глупого не порадуется 1721 есть род который проклинает отца своего и не благословляет матери своей притчи 31 и прокляты такие дети пред богом рабы рабов будут и пойдет и пойдут к рабам рабов и ворона выклюют глаза хама насмехающегося над отцом духовное родство выше плотского так и духовный отец выше земного плотского нас спрашивают почему мы вмешиваемся в споры религиозного порядка в какой мере вопросы объединения церквей экуменические прогресса и так далее могут эти вопросы представлять интерес для масонства это близко интересует масонство является с родной масонству издание в цсс париж всемирный совет церквей париж номер 3 сентябрь 1946 год объединение церквей участие в экуменизме грех в котором необходимо исповедаться простому здравомышлящему православному человеку не может прийти на мысль причаститься в протестантское или католическом костеле и это потому что всем своим существом органически он знает внутренним безошибочным знанием что нет святого причастия нигде кроме как в православной церкви христовой совсем забыто святоотеческое изречение что причастие еретиков есть пища бесов метрополит виталий с рос 26 сентября 96 года нет ничего страшнее как ведь и потерять веру православную и впасть в веру католическую в ересь сектанство а в агафон парень 2 марта согласился с любым обвинением кроме обвинения в ереси и в тихий патриарх 6 апреля еретика следует онафематствовать и после его смерти космос капец 3 августа заговорил и в могиле не прикасайся ибо ты еретик хотя и похоронен как православный епископ но тайно ты держался ереси на ересь и разные смотрели некоторые как на благочестие александр память 25 января народ ересь принимал за истину а еретиков почитала как истинный христиан киприан 31 августа у еретиков нет спасения екатерина 25 ноября среди камень нельзя ни молиться не беседовать соглашаясь с ними с их бесовским учением антоний 17 января я никогда не беседовал дружески с еретиками святой поликарп 23 февраля маркиону еретику ты первородный сын дьявола апостол и он оказался в бане вместе с еретиком архиитом не зная о том бежим отсюда чтобы не погибнуть вместе с еретиком сказал он ученику своему семей злословил царя давида называя его беззаконником из-за терпения псалмопевца бог вознаградил его вторая книга царств 16 глава 17 17 33 все на сегодня слава христу слава христу Давай.